Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу прямого эфира. Политолог Филипп Раевский у нас в студии. Добрый день. Мы начнем с самого горячего вопроса или горячей темы последних дней. Это отстранение министром среды и регионального развития мэра Риги Невушакова. С одной стороны, это было ожидаемо. Видимо, и сам мэр ожидал, поэтому подготовился и со своими заместителями. Возможно, те, кто следят за политическими событиями нашей радиослушатели, тоже ожидали такого поворота с другой стороны, ну, в какой-то степени это сенсация. Ну, в новейшей истории, по-моему, еще не было случая, когда именно мэра столицы отстраняли. Да, отстраняли там руководители небольших властей или краев, но так, чтобы мэра Риги. Что это вообще меняет? Потому что, как мы знаем, национальное объединение, которое все время настаивает на распуске Думы Рижского, уже сказал, не-не-не, это ничего не меняет, ведь ну, коалиция та же, ну, какая разница, не будет Ушаков, будет другой мэр, и все будет по-прежнему, в их понимании по-прежнему. Вот что, на самом деле, с точки зрения политического процесса, это меняет? Нет, ну, я думаю, что по-прежнему ничего не будет. Конечно, коалиция это не меняет. Если бы, конечно, распускали бы Думу, тут все бы менялось, были бы внеочередные выборы. Насколько я все-таки понимаю эту ситуацию, нет никакого основания распускать Думы. Но в случае с мэром Риги все-таки одно – это должностное лицо мэра Риги, которое меняется, но другое – это все-таки, если мы говорим о Ушакове, это определенного рода символ, который символизирует большую часть избирателей Риги и большую часть национального уровня избирателей. Потому что, если мы помним последние выборы, где-то последних 10 лет, всегда на всех выборах, даже на тех выборах, где сам Ушаков не баллотировался, он всегда был лицом предвыборной кампании. И в этой ситуации он снимается с должности, которая давала ему возможность быть лицом. Он остается просто лицом без должности, только как политический символ, что, конечно, ослабляет его. Если мы смотрим еще в долгосрочной перспективе, то есть 2-3 месяцев это лицо вообще эмигрирует в Брюссель после избрания в Европарламент. И мы будем иметь согласие, большую достаточно фракцию в парламенте, достаточно большую фракцию в Рижской Думе, фракцию, которая будет быстрее всего сохранить место в правящей коалиции в Риге, но без главного локомотива, без главного центра политической власти. И в этой ситуации, я думаю, все будет по-другому, потому что партия должна будет меняться. И, как мы знаем, всегда переменно происходит в кризисной ситуации. Я думаю, для согласия это реальный политический кризис. Кто-то из политических наблюдателей сказал так, что вот это решение господина Пуца, оно воюдо выгодное. То есть, выигрывает и согласие, во главе с Нилом Ушаковым, потому что вот Нил Ушаков, он говорит, я жертва произвола, о чем он уже заявил, и господин Пуца с АТС-ТБИПАР или для развития ЗА, который может сказать, ну вот мы совершили тот поступок, который все боялись совершить, вот этого ненавистного Нила, ну, с точки зрения электората, не знаю, правящей коалиции, я все-таки сместил, я сделал это, не знаю, вошел в историю. Это действительно так? Нет, я совершенно не согласен с этой точкой зрения. Я думаю, что быть снятым с должности, это все-таки ни в коем случае не плюс, и куда еще быть потерпевшим в такой ситуации. Даже если бы мы могли бы ожидать в ближайшем будущем какое-то решение суда, я думаю, решение суда не будет в ближайшем будущем, я думаю, что это все-таки очень долгая, я думаю, негативная история для господина Ушакова. Это такая неприятная запись в его биографии, при его амбициях и желании стать европейского уровня политиком, социал-демократического толка. Это тоже такая серьезная проблема, потому что я не думаю, что так просто можно где-то, это в Риге можно тут объяснять своему избирателю, что хочешь, но там тебе надо объяснять, почему тебя министр снял, и как это так произошло, и там такой пустой разговор, что это чисто политическая игра, он не будет проходить. Там тоже люди политики, они тоже четко представляют, что во всех решениях есть всегда часть политики, потому что это политический процесс. Да, и сам пустой политик, это мы понимаем. Да, да, да. И есть и часть, вторая обоснование этого всего, и вот эта вторая часть, она все-таки достаточно неприятная, те нарушения, в которых упрекают Ушакова, они все-таки достаточно серьезные. И я не думаю, что там так просто можно выговориться историей, что это политический заказ, или политическая такая игра, просто игра. Такой просто игры не бывает. Я думаю, что это все-таки работает не в пользу Нилу Ушакова. Что касается согласия, вот многие заметили, что сейчас перед ними, ну, говоря сейчас модным языком, такой большой вызов стоит, потому что, с одной стороны, Ушаков был и пока остается лидером этой партии, с другой стороны, в любом случае, сняли бы его с поста мэра или сняли, ну, видимо, шансы попасть в парламент у него очень высоки. Он уедет в Брюссель, и тогда, ну, управлять, наверное, многие считают, из Брюсселя партией будет сложно. Значит ли это, что перед руководством согласия стоит задача, не знаю, найти нового а-ля Ушакова? Ну, вот это, я думаю, основная проблема согласия. Тут я совершенно с вами согласен, потому что та зависимость, согласия от Ушакова, она была уже заранее ясна, что она не приведет к позитивным результатам. Конечно, тактически он фантастически помогал своим имиджем, и согласие имел стабильные позиции, и он как символ собирал всегда голоса. Но если мы говорим о партийной политике, а не его индивидуальной политике, потому что для самого Ушакова это всегда в плюс, чтобы быть символом, быть лидером. Но если мы говорим о партии и ее будущем, в долгосрочном, я думаю, что это огромная проблема, потому что заместить Нила Ушакова так просто очень-очень сложно, потому что все-таки, я не хотел бы сказать, что он ведь тоже так с Луны или с Марса сюда не приехал. Он был такой же, как все политики, начинал с самого низа, но он, скажем так, раскачан за эти годы. Он сам очень серьезно поработал, чтобы себя раскачать. И это часть, одна, конечно, тех способностей политических, но вторая часть – это и работы, и времени, которые вложены в него как в лидера. И тут вопрос, в кого следующего вкладывать? Это всегда, знаете как, это всегда проблематично, потому что решить, из кого получится и из кого не получится, по сути, партия не может рисковать. Она должна… Ошибиться тут нельзя, да? Нет, вариантов. Партия должна вкладывать и поддерживать того, из которого получится 100%, а этого никто не знает, из кого получится. И я думаю, что это дилемма, которая будет терзать эту партию очень серьезно. Но, с другой стороны, если посмотрите на другие политические силы, это, наверное, общая проблема, да, отсутствие таких харизматичных лидеров. Если они есть, то, как правило, они себе преемников не оставляют, да? Вот, например, все говорили, и всегда вот упоминалось исторически, смотрим, о народной партии, Таутс-партии. Был щелло? Была партия. Была партия, сместили его, ушел он, и она просто померкнула и ушла в небытие. И, скажем так, у нас очень мало политических партий, которые переживали реальное изменение лидеров. Кстати, единственная партия, которая пока что что-то в этом духе показывает на этот лад, это единство. Так у них получится. Я еще не хотел бы говорить гоп, потому что рейтинги невысокие, но у них... Почти реанимацию удалось, да? Но симптомы есть. У них самое важное для реанимации, что мы говорим, вот лидер. Они вот вытащили из Брюсселя Каринча, и выглядит, что Каринч показывает, что он может быть новым лидером, новой звездой единства. И это вот такое изменение, если мы смотрим за последние два года от Солвита Аболтыни, ненависти, падение рейтингов к прохождению вот так, ну, еле-еле попасть в Думу, еле-еле попали в парламент. И теперь премьер-министр, новая звезда, их политик. Это первый раз в латвийской истории. И потому очень трудно судить, может, или кто еще это повторить. Но пока что все остальные партии, они просто исчезали с исчезновениями их лидеров. Так, чтобы закончить, может быть, тему Ушакова, все-таки вот на ваш взгляд, Ушаков вот в этот период, последний вот после выборов, он где-то политически ошибался? Или просто, как кто-то говорит, вот так вот звезды совпали, все вот в один клубок и наступила черная полоса? Именно политически. Мы сейчас даже не анализируем там ситуацию юридическую с Рига Сатексом. Там, видимо, еще анализ предстоит. Да, но вот политически он где-то ошибался? Я думаю, что это очень сложно, это очень неправильно, может быть, так анализировать, потому что мы не знаем, что психологически происходит в голове политиков. И я бы сразу хотел сказать, что это с нашей легкой точки зрения. Мы за это не отвечаем, за свои слова. Слегко оценить, но я думаю, что ему надо было идти по тому же пути, что и шел господин Америкс, ему надо было уйти в отставку и в латвийской ситуации. Вот на этой жалости он бы получил бы, вот то, о чем говорится сейчас, что он как бы стал, что его будут жалеть, потому что его сняли. Я думаю, его бы больше жалели бы, если бы он ушел в отставку и шел бы на Европарламент. Я думаю, он был на совсем другом уровне политического веса, потому что все говорят, вот как он взял и ушел в отставку. Это очень болезненное решение. Практически невозможно принять в его ситуации, но вот так безответственно на радио говоря, я думаю, это был бы для него политически очень дальновидный шаг, который бы дал бы ему новое дыхание его имиджу. То есть в этой ситуации Америкс правильно поступил? Однозначно, думаю, это был очень мощный шаг, который даст ему долгосрочные дивиденды политические. Даже так, да? Да. Ну что ж, прием с ним надолго. Филипп Раевский у нас в студии. После небольшой паузы на новости рекламы продолжим. Да, добрый день, уважаемые радиосустили. Филипп Раевский у нас в студии. Напомню, мы обсуждаем актуальные политические события. Ну, у нас всеми тоже не скучно, и вот многие сейчас, глядя на то, что происходит внутри КПВ ЛВ, уже прогнозируют судьбу чуть ли не партии Судробы, потому что, ну, мало того, что там уже раскол внутри явный во фракции, ну, партия как-то потерялась, да, как-то совершенно, мне кажется, на выбор в херопарламент они поставили, лишь бы кто бы согласился туда пойти в этот список. Мы знаем, что и фактически какие-то интересные инициативы сейчас от этой партии не исходят. Что происходит, и действительно ли можно ли ожидать, что КПВ ЛВ тоже как-то попытается реанимироваться как вот единство? Ну, я думаю, что да, у КПВ ЛВ, ну, очень трудно сравнивать с тяжеловесами политическими, но я думаю, что в этой ситуации тут я должен согласиться с логикой, которой правится председатель партии Артус Кайминдж, что он, ну, по-любому хотел быть в коалиции. Я думаю, что эту партию, то, что партия в коалиции сейчас правящей, это сохраняет вообще эту партию вместе как таковую, потому что чтобы они были все вместе и чтобы не развалились, и в этом есть и их неинтерес к какой-то части внутренней, и главное, есть еще и наружный интерес. Никто не хочет их раскалывать, потому что если они раскалятся и рассыпятся, это будет плохо для других партнеров коалиции, ну, кроме нескольких, в общем, в основном, я думаю, например, единство думает, как бы их удержать вместе, чтобы был такой вот партнер, который они могут как бы рассчитывать, который в любой ситуации все-таки будет свой, потому что они спасают единство, которое имеет маленькое количество голосов все-таки, и им нужно вот такую хорошую опору, и она, вот КПВ может быть такая опора, потому что для любой партии коалиции, правящей партии, важен не сильный партнер, но не сильный партнерам всегда лояльный партнер. Лояльный, предсказуемый хотя бы. Да, и предсказуемый. Да, вот тоже интересно, говоря о стабильности правительства Каренща, ну, с одной стороны, говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное, все-таки пять партий, с другой стороны, ведь, ну, новички условно, ну, КПВ, ЛВ и, может быть, и новые консерваторы, ведь понимают, что рано или поздно, ну, они не смогут все время отговариваться, что, знаете, ну, технический бюджет, потом денег нет, рано или поздно им придется что-то со своими обещаниями, там, всем зарплаты, пенсии, посуды, ну, что-то делать, не в этом году, так в следующем, не в следующем, так в 21-м, там еще и муниципальные выборы, что дальше будет происходить, когда они поднимут голос и скажут, ну, господин Каренщ, все понятно, что фискальная дисциплина и так далее, но мы должны что-то своим избирателям показать вообще, ну, кроме борьбы там, не знаю, с реческой думать. Ну, я думаю, что тут Каренщ очень правильно ведет политику, единственное, как партия опытная, они их втягивают в процесс, они их втягивают до того момента, пока уже не будет выхода из процесса, во-первых, они будут ответственны, во-вторых, они будут зависимы от этого процесса, потому что очень все-таки удобно сидеть на тех креслах министров и все то, что ты имеешь от бытия во власти для партии, и в-третьих, я думаю, что они надеются, что будет меняться повестка дня в стране, потому что мы говорим о вот этих обещаниях, потому что так по-большому в стране все более или менее в порядке. Слава Богу, нет никаких кризисов, и мы можем спокойно жить и наблюдать, как работает правительство без каких-то таких горящих проблем кризисных, которые требуют быстрых и радикальных решений. Но я думаю, что это единственное, что может их спасти, если сменится повестка дня, если начнется какие-то такие проблемы, которые как бы переменят вектор внимания общества. И если этого не будет, если мы будем хорошо продолжать жить в таком русле, как мы сейчас, я думаю, у них будут проблемы на следующий бюджет. И тут мне не верится, что кто-то поддастся под их дудку, что надо вот теперь выполнять эти обещания, там быстрее всего вы сами обещали, сами занимайтесь своими избирателями. И я думаю, что тут это идет на руку все-таки старым и опытным партиям, которые будут их, ну так, поддавливать, поддавливать и показывать ихнюю слабость, и в долгосрочной будут позиционно играть на то, чтобы избиратель разочаровался в новых партиях. Ну, по крайней мере, это выглядит логично. Что касается еще одного очень важного процесса, видимо, на этой неделе коалиция вернется к обсуждению вот предстоящих выборов президента, ну, еще совсем недавно казалось, что Лагиус Левец почти президент, может уже готовиться. Ну, вот КПВЛ позаботилась опять-таки о какой-то интриге, а будет ли вообще интрига? Ну, я надеюсь, что будут хотя бы дебаты, хотя бы будет конкуренция, потому что прошлые выборы избрали профессионального политика, но там голоса никто... Единственная проблема в прошлых выборах президента была, кто его выбрал. Потому что все еще согласие, все еще отрицают, что это они выбрали. Но, в общем, это ясно, считая голоса, что это... Ну, по крайней мере, часть, наверное, голосов они дали. Ну, большую часть. Но у нас, наконец, будут выборы прозрачные, где будет видно, кто за кого голосует. То есть, каждый депутат сможет объяснить свою позицию, почему он голосует за одного или за другого кандидата. И в этой ситуации выйти на выбор с одним кандидатом, это опять разочарование для общества. Я считаю, что при такой системе избирательной, как мы имеем сейчас, очень важна конкуренция, очень важно, чтобы в этом процессе участвовало и общество тоже, чтобы оно могло высказать свое мнение, чтобы оно могло участвовать, наблюдая дискуссию между кандидатами, чтобы была оценка, оценка кандидатов, что очень важно. То есть, хотя бы еще должен быть, да? Ну, хотя бы еще один кандидат. Я надеюсь, что вот эти три партии, которые заявили, что будет свой кандидат, они позаботятся о хорошем кандидате. Мы все заслуживаем хорошего кандидата. И тогда вот конкуренция между двумя хорошими кандидатами, это укрепит следующего президента. Это, в принципе, логично, потому что, ну, мне кажется, что странно, да, если в Латвине найдется еще какие-то достойные люди на пост президента, кроме господина Левица. Однозначно. Однозначно. В общем-то, есть достаточно много достойных людей. Я думаю, что вот достойная конкуренция, достойных людей, она только будет укреплять институт президента. А не ошиблась, и я понимаю, что, возможно, у них были свои тактические соображения. Вот партия или объединение, точнее, для развития «за», поддержав господина Левица. Потому что, ну, обычно, если мы посмотрим европейскую практику, ну, тяжело представить, что вот те, кто себя провозглашает либералы, если действительно либералы, вдруг будут поддерживать национал-консерватор. Ну, очень тяжело представить, да, все-таки. Или ты выдвигай своего кандидата, или ты присоединяйся к тем, кто выдвигает либерального кандидата. Ну, как-то странно. Я не думаю, что они ошиблись, но я думаю, что они поспешили. Даже если они собирались поддержать господина Левица... Надо бы выждать паузу, да? Да, выждать, выдержать паузу. Они могли это решение принять, как они приняли на прошлой неделе, так они могли это решение принять еще и через неделю, и через две. Значит, они могли не выдвигать своего кандидата. Они могли спокойно воздержаться, посмотреть. То есть, они могли сработать вот на процесс. На процесс, который не менее важен, чем результат. Потому что избрание президента – это процесс, который очень важен для общества. Нет ли такого ощущения, что Левиц все-таки... Ну, нельзя так сказать, не тот, за кого он себя выдает, но все-таки он на самом деле более европейский, чем он сейчас пытается, до сих пор пытался казаться. Левиц, потому что мы знаем двух Левиц, того, что был в начале 90-х, когда он был в Латвии, и того, что сейчас. Я думаю, что мы не знаем вообще, кто Левиц, потому что он в основном жил за границей, был очень короткое время в Латвии, и сейчас опять живет за границей. И я думаю, что мы имеем только очень небольшие такие фрагменты информации о нем. И потому, опять же, я хочу сказать, что нам нужны дискуссии, чтобы мы узнали его лучше. Мы же его не знаем, на самом деле. Мы должны его знать. Избиратель, ну не избиратель, а, скажем так, а общество должно знать своих кандидатов, потому что я не хотел бы сказать, что он хуже, чем его рекламируют. Или лучше. Я его не знаю, и было бы важно видеть его в дебатах. И больше служит Леват, его не знают. Например, на предыдущих дебатах избиратель, когда он был кандидатом в президент, он достаточно хорошо себя показал, но я не хотел бы сказать, что он вот так уж выделялся, супер. Но для него он уже более опытный, у него вторая предвыборная кампания президентская. И я думаю, что у него есть возможность использовать тот опыт, который он набрал. Но то, что меня пугала лично, меня пугала его установка, только если коалиция вся его поддержит. И я думаю, это слишком жесткая установка. Он себе сузил возможности для маневра. В конце концов, ты должен заучиться поддержкой большинства Сейма, а не большинства. Ты хочешь быть что, президентом от коалиции? Или просто 51 депутата. И потом, как-то странно, если президент хочет быть президентом только коалиции. А если кто-то из оппозиции его готов поддержать, и сам получает 51 голос. Вот это есть игра на вот эти открытые голоса. Когда сейчас партийная дисциплина будет намного сложнее в этой ситуации, чем она была, когда были закрытые голосования. Вот с другой стороны, нет ли такого, может быть, опасений или недоумений, что сейчас у нас то в одну крайность мы, то в другую. Сейчас у нас представитель, есть так можно сказать, политиков, которые очень долго живут за границей, премьер-министр Калинч. Сейчас мы из этого же ряда, который еще меньше бывал в Латвии, господина Левица. Господин Калинч сказал, что сейчас он будет пытаться каким-то образом агитировать для участия в конкурсе и на должности вот этой ФКТК, комиссии по финансовому капиталу, тех, кто вот представители диаспоры. Ну, с одной стороны, из Сирии все граждане Латвии равны, но, тем не менее, дело даже не в том, они из диаспоры или нет, но насколько они вообще понимают происходящее в Латвии. Вот, мне кажется, в чем тут главная проблема. Тут, опять же, ну, надо смотреть. У каждого человека и у каждого представителя у него есть свои сильные слабые стороны. Если мы смотрим, как Калинч функционирует, это дает возможность думать, что он понимает свою функцию, что он как премьер. Вот сейчас нету кризисной ситуации. Надо работать, ну, как бы на будущее. На будущее. Работать на наши отношения с Евросоюзом, как он нарабатывает отношения и использует те контакты, которые он наработал с европейскими лидерами. Редко, когда мы можем видеть, во-первых, как он себя вел с госпожой Меркель. На немецком языке, спокойно, они общались, открыто, нормально. Это показывает, ну, совершенно другой уровень отношений. Потом, в первую или вторую неделю бытия премьером он уже встретился с президентом Еврокомиссии, с Юнкером и с ведущим переговоры с Барнье. Он, представьте, он просто быстро договорился, он уже был там, он уже встретился, потому что нам важны вопросы Брекзита, нам важны вопросы Еврокомиссии и Евробюджета. И он уже был у ключевых людей. То есть, он показывает свои возможности, то, что у него есть, то, что он способен вести переговоры, очень важны для нас, то, чего не хватало в предыдущих примерах, вот на международном уровне. И он это эксплуатирует. Потому что, если бы он занимался тем, чем он особо не умеет, вот ездил бы по регионам, встречался с самоуправлением, там было бы, конечно, так... Ну, он это делает, но все-таки его сильная сторона внешне политическая, не внутренняя. Ты должен заниматься вот этим. Если мы говорим о РФКТК, я бы был, скажем так, не против, если бы тут был бы человек с хорошим опытом американского банкинга, который знает. Потому что, если мы смотрим, Америка заведует нашей финансовой системой. Мы рады, что нам или нет? Да. Так там должен быть человек, который прихожил на Уолл-стрит. Это был бы самый лучший человек там, на этом месте, который знает, как это делается в Америке. А не туда ставим какого-то колхозника, который, в лучшем случае, на глобусе знает, где находятся Нью-Йорк и Вашингтон. Да. А без этого и не обойтись. Потому что мы понимаем, кто он проводит финансовой системой. Да, мировой. Мировой, между прочим. Да. И в этом случае, я думаю, что вот то, что господин Каринч говорит, что это нужно, я думаю, это и идет на благо то, что он гражданин США, то, что он может в Америку ездить и на ихнем же родном английском говорить с ними о вопросах, которые нам важны. На американском английском. Это очень важно. Американском английском. И все-таки он имеет докторскую степень от Американского университета. То есть, они тоже оценивают такие вопросы перед тем, как они говорят с одним или другим политиком. Кто он такой и на что он способен. Вот такой последний вопрос во выборах Европарламента. Нет такого ощущения, что партии, если так можно сказать, в какой-то степени растерялись, поскольку я, по крайней мере, такой вот массированный компаний по выборам в Европарламент не наблюдаю. Хотя, вроде, на сей раз нельзя сказать, что у нас нет харизматичных кандидатов, которые аблотируются. Мы уже о них в течение передачи говорили. Ну, я думаю, что партии пошли по пути как бы сделать компанию подешевле. Потому, потому они... Столько выборов подряд, да? Да, да. И третьи выборы. Вот денег не осталось. Тогда начали просто подтягивать звезд, которым, так, по сути, компания не нужна. Куда. Домбровский сильный. Зила сильный. Ия очень распознаваемый. Все его знают. Ну, Кудорс. Немножко меньше, но тоже такой прихожий в СМИ человек. И в этой ситуации это выглядит вот что. Пошли, вот берем то, чего уже есть. Раскрученные. Раскрученные. Да, меньше будем. И это и видно. Компании такие экономные. Они более дальше... В основном социальных сетях, видимо. Да, дальше социальных сетей они не идут. За бесплатно буквально. Да, да, да. Буквально за бесплатно. Они там делают предвыборные компании. Чем это кончится, я не знаю. Но то, что интересно, что пока что так в результате выглядит, казалось, что будут хорошо выглядеть новички. Но сейчас очень хорошо выглядят все-таки старички. То есть Домбровский с Зилой выглядит очень достойно. Похоже, их изберут. Да. И я еще понимаю, что фактически ведь главная будет проблема это вообще явка. Мы помним пять лет тому назад, но рекорда низкая, там 30%. Если будет хорошая погода, то мы можем ожидать повторения такой низкой явки. Да, я думаю, что явка это огромная проблема. Я думаю, что ни один из этих кандидатов не сможет поднять явку как таковую. Потому что это, я думаю, проблема всех партий. Я только знаю одну партию, которую не беспокоит явка. Это партия Русский Союз Латвии. Потому что то, как они контролируют свой избиратель, они показывают вот сейчас. У них были на предыдущих выборах Европарламент 23 тысячи голосов. Только что вот по памятнику они принесли всем 21 тысячу голосов. То есть они четко... За две недели. За две недели. Они четко контролируют вот это количество. И им важна низкая явка. Потому что их избиратель явится 100%. И тогда, по крайней мере, один мандат они могут получить. Да. Да. А все остальные, никто не контролирует так своего избирателя. И я не вижу ни одного кандидата, кто может так поднять избирателя, чтобы он специально, вот я пойду, проголосую, я должен быть на выборах. Я думаю, что эти выборы не из тех, которые заставляют человека идти по тем соображениям, как они идут на выборы в Сейм или в своем правлении. То есть фактически те, кто получит больше одного мандата, это уже будут победители, если так можно сказать. Да. В этой ситуации. Я думаю, победителей будет много, но они будут все иметь по одному мандату. То есть два, это уже будет, наверное, какой-то рекорд. Победители будут с двумя мандатами, это уже при нынешнем раскладе. Те, которые получают два мандата, те реальные победители компании. Да. Ну, может быть, такой последний вопрос. Значит ли это, вот мы возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что действующий президент, ну, фактически сдался, если так можно говорить, спортивным языком, он готов сойти с дистанции. Я имею в виду господина Верениса. Да, выглядит, что да, потому что, ну, нет особо, я не вижу ни одной партии, которая будет готова его выдвинуть. Нет, даже их зеленые крестьяне, которые выдвигают прошлый раз, насколько я помню, заявили, что они его выдвигать не будут. Да, сначала они говорили, что может быть да, но посмотрев на расклад политических сил, сказали, что нет. Филипп Раевский у нас в студии, большое спасибо. Спасибо, что пригласили.